В Центре космонавтика и авиация на ВДНХ прошла торжественная церемония вручения премий имени Юрия Гагарина. Правительственные награды в области космической деятельности присуждаются один раз в пять лет. Это третья подобная церемония. Премия вручается коллективу за создание комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс. У меня большая просьба к собравшимся здесь людям. В основном здесь все-таки у нас много ветеранов и людей старшего возраста. Обращайте внимание на молодежь, подтягивайте их обязательно, потому что в них залог того, что наша космонавтика будет вечно развиваться, поступательно развиваться, а это крайне важно для страны. За последние два-три года произошло резкое увеличение интереса в российском обществе к нашей космонавтике. На нас смотрят, от нас ждут результатов, и мы обязаны эти результаты дать. Премия вручается коллективу за создание комплекса физического моделирования мощных ядерных энергодвигательных установок, космического назначения и испытания их составных частей. В церемонии вручения наград принял участие вице-премьер правительства России Юрий Борисов. В этом году лауреатами премии стали 10 научных коллективов, каждый из которых получил по миллиону рублей. Подробнее об этом смотрите в программе «Большой космос» в эти выходные. 8 декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20». Для его экипажа, командира Александра Мисуркина и участников экспедиции посещения из Японии начались предстартовые тренировки. Вместе с космонавтом Роскосмоса японский предприниматель Юсаку Моэдзава и его ассистент Йозо Хирана примерили полетные скафандры «Сокол КВ-2», протестировали их герметичность и впервые познакомились со своим кораблем, изучили размещение грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работы с оборудованием. Во время предстартовой подготовки экипаж корабля «Союз МС-20» впервые принимает участие в медицинском эксперименте «Лазма» — передовом исследовании циркуляции крови в условиях микрогравитации при помощи носимых лазерных датчиков. Смотрите специальный репортаж об эксперименте «Лазма» 8 декабря 2021 года в прямой трансляции «Роскосмос ТВ» запуска пилотируемого корабля «Союз МС-20» с космодрома Байконур. В «Роскосмосе» подготовили конкретные предложения по созданию новых систем энергообеспечения космических аппаратов. Вектор развития перспективных наработок в области использования солнечной энергии специалисты наметили в рамках конференции «Фотовольтаика-2021». Она прошла на площадке научно-производственного предприятия «Квант». Ведущие производители солнечных батарей, фотоэлектронных преобразователей и космических аппаратов, научно-исследовательские организации и представители научных центров и высших учебных заведений также договорились о локализации в России всех этапов создания и производства своей продукции в рамках импортозамещения. С 2015 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вручает премию за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров. В 2021 году впервые награждение за верность науке проходит в Кремле. Госкорпорация «Роскосмос» учредила специальный приз за популяризацию космической отрасли. Этот год, 2021, это не только год науки и технологии, но надо вспомнить, что это год прежде всего космонавтики. 60 лет тому назад, 12 апреля, первый человек вышел в космос. Этот был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Поэтому давайте сегодня поздравим вообще всех ветеранов нашей отечественной космонавтики с этим уникальным днем. В специальной космической номинации третье место заслужила команда Московского музея космонавтики за первое музейное телевидение «Музей космонавтики Лайв». На втором месте научный журналист Михаил Котов. В верхней ступеньке пьедестала удостоена группа инженеров-разработчиков проекта «Лунного микроспутника» и ее идейный вдохновитель, энтузиаст космоса Виталий Егоров. Слово предоставляется техническому директору проекта «Лунного микроспутника» космический инженер-программист, основатель и гендиректор компании «Орбитальный экспресс» Никита Парцевский. Прошу вас. Спасибо всем. Прежде всего, хотелось бы сказать, что данный проект никогда бы не получился, если бы не коллектив, не наша команда. Часть из нее находится сейчас в зале. Я прошу их встать и зал поаплодировать им, потому что они вложили очень много времени в этот проект на чистом энтузиазме. Спасибо всем тем. Вот эти люди, давайте им поаплодируем. Инициатор проекта Виталий Егоров был номинирован и на другую специальную награду премии за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей. Однако в этой секции уступил другим претендентам. Приз за первое место получил Академик РАН, научный руководитель Лаборатории Объединенного Института Ядерных Исследований Юрий Аганесян. Второе место и в этом конкурсе занимает первый космонад-блогер в соцсети ТикТок Олег Артемьев. Олег Артемьев не смог, к сожалению, прийти на церемонию. Приз за второе место получает представитель Олега, ветеран поисково-спасательной службы, почетный радист России, заслуженный испытатель космической техники, лидер проекта «Найти упавшую звезду» подполковник запаса ВВС Александр Лазаренко. В номинации «Лучший онлайн-проект науки» были награждены космические новости Александра Мисуркина. Космонавт Роскосмоса снимает видеоблог совместно с Музеем космонавтики в Москве. Сейчас он находится на Байконуре, где готовится к запуску корабля «Союз МС-20», запланированному на 8 декабря. Вместо Александра Мисуркина награду из рук режиссера Клима Шипенко получил представитель космонавта. Космос не ждет. Космические новости с Александром Мисуркиным в Музее космонавтики в Москве. Я очень благодарен вот этим людям, которые стоят здесь на этой сцене, популяризаторам отечественной космонавтики, энтузиастам космоса за их работу и за их таланты. Ну и, конечно, Константину Львовичу тоже особый привет. Это естественно, потому что мы все ждем. Я передам. Да, мы ждем реализации проекта «Вызов». И я надеюсь, что в конце 2022 года закончатся съемки, и вы увидите уникальный фильм. Я видел только отдельные кадры, которые были сняты Климом Шипенко на МКС. Это бесподобные, конечно, кадры. Это надо просто видеть. Вы почувствуете, что вы сами переноситесь на Международную космическую станцию. Климом Шипенко на Международную космическую станцию. На космодроме Гвианского космического центра готовится к пуску ракеты-носителя «Союз-СТБ», которая должна вывести на орбиту два космических аппарата Европейской навигационной системы «Галилео». Из 26 спутников «Галилео», уже работающих на околоземной орбите, 14 были выведены в космос в течение пяти лет российскими ракетами-носителями семейства «Союз-2». Напомним, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТБ» с разгонным блоком «Фрегат» с Европейского космодрома во французской Гвиане был произведен в октябре 2011 года. Тогда российская космическая техника также вывела на орбиту два космических аппарата системы «Галилео». Лошадь в ночи. Фотография полярного сияния на фоне северных созвездий Большой и Малой Медведицы, Дракона и Валапаса. Снимок сделан в городе Печора, Республика Коми. Автор фотографии Игорь Подобаев. На краю тени. Темная центральная часть тени Земли, Умбра, имеет форму конуса с вершиной в космическом пространстве за пределами земной орбиты. Во время лунного затмения в ночь на 19 ноября часть Луны оказалась за пределами Умбры. Эта фотография смонтирована из пяти изображений, полученных последовательно в течение полутора часов. Автор работы Жан-Франсуа Гоут. Около сверхмассивной черной дыры. Газопылевые волокна в рукавах Андромеды. Автор программы «Космическая среда» Николай Вдовин запечатлел при помощи 8-дюймового телескопа. Через 4 миллиарда лет Андромеда сольется с Млечным путем. Нашей галактике принадлежат все звезды на этом снимке. В центре фотографии М-31. Объект, содержащий сверхмассивную черную дыру массой порядка 100 миллионов наших Солнц. До Андромеды 2,5 миллиона световых лет. Вопрос от Валерия Гордиенко. Сколько существует модификаций корабля «Союз»? Корабль «Союз» является космическим аппаратом новой конструкции и имеет значительно большие возможности, чем корабли типа «Восток и Восход». Транспортный пилотируемый корабль «Союз» эксплуатируется с 1967 года. Первый экспериментальный полет он совершил 30 ноября 1966 года под кодовым названием «Космос-133». На его борту находился манекен. Инженеры предполагали провести его стыковку с другим «Союзом», который должен был быть запущен позже, но из-за неполадок на втором корабле старт был отменен. За внушительную историю у корабля «Союз» было по крайней мере шесть модификаций. С 1967 по 1981 — «Союз». Затем в начале 80-х появился корабль «Союз-Т» с усовершенствованным спускаемым аппаратом и бортовым цифровым вычислительным комплексом. В 1986 году появилась новая версия отечественного корабля с названием «Союз-ТМ», что означало «транспортной модернизированной». 490, полёт нормальный. Принято, чувствуем просто реглушки. Он оснащался системой сближения «Курс-А» для автоматических стыковок со станциями «Мир» и «МКС», а также новой двигательной установкой «КТДУ-80». С 2002 и по 2012 год использовалась модификация «Союз-ТМА». Буква «А» означала «антропометрический». Основные доработки корабля коснулись широкого диапазона антропометрических параметров для членов экипажа приемлемого для космонавтов и астронавтов из разных стран. Кроме этого, на «Союз-ТМА» устанавливались новые усовершенствованные системы кресел «Казбек-УМ» и двигатели мягкой посадки. В 2010 году появилась пятая модификация «Союза» — «ТМА-М». Модернизированный корабль имел новую цифровую вычислительную машину и систему передачи телеметрической информации, новые приборы и систему управления. И, наконец, в 2016 году появилась наиболее совершенная машина «Союз-МС». Обновление затронуло практически каждую систему пилотируемого космического корабля. Мощный и легкий компьютер, новая система связи и сближения, повышенная энергоотдача солнечных батарей и дополнительная противометеоритная защита. Корабли «Союз» различных модификаций совершили более 140 пилотируемых полетов в космос. Разработчиком и изготовителем семейства «Союз» остается Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru и до следующей космической среды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok